В 2015 году астронавт Андреас Могенсен, фотографируя грозовые облака с борта МКС, заметил кое-что интересное. Синие джеты. Синие джеты, спрайты и эльфы — это разновидности свечений и разрядов, возникающих в верхних слоях атмосферы над грозовыми облаками. Некоторые из них достигают верхней границы атмосферы. В январе 2017-го исследователи из Датского национального института космоса провели анализ наблюдений Могенсена и опубликовали свои выводы в журнале Geophysical Research Letters. Астронавту удалось снять видео, когда станция пролетала над Бенгальским заливом. Учёные были изумлены тем, что увидели. По словам автора публикации Оливье Шанри Йона, за 160 секунд видео видны 245 пульсирующих синих разряда. Это примерно по 90 разрядов в минуту. Один из них достиг высоты в 40 километров над уровнем моря. Впервые подобные свечения засняли в 1989 году. Тогда камеры на космическом шаттле запечатлели так называемые «красные спрайты». Вскоре их также сфотографировали с борта самолёта во время наблюдений, организованных НАСА и Университетом Аляски. «Красные спрайты» — это свечение в верхних слоях атмосферы, которые иногда сопровождают яркие вспышки молний. Любопытно, что при этом спрайты не исходят непосредственно из облаков. В последнее время астронавтам на МКС неоднократно удавалось сфотографировать высотные молнии. В 2013 году учёные из Комиссариата по атомным и альтернативным видам энергии во Франции изучили часть снимков, полученных с МКС. На них видны 15 красных спрайтов и связанных с ними вспышек молний. В августе 2015 года 44-я команда МКС сфотографировала, как на протяжении трёх минут возникли красные спрайты над двумя различными грозами. Одна прошла над Средним Западом США, другая над побережьем Эль-Сальвадора. При этом спрайты достигали высоты в 100 километров. Подобные наблюдения с борта МКС помогают учёным разобраться в том, как грозы ведут себя и почему в зависимости от условий возникают те или иные высотные свечения и молнии. Говорит Тим Лэнг, специалист по физике атмосферы из Космического центра Маршалла. «Ещё недавно наши наблюдения за высотными разрядами зависели от воли случая. Мы знали, где обычно возникают эти атмосферные явления, но всё же при их поиске полагались на удачу. Сегодня НАСА совместно с другими агентствами организовала непрерывное наблюдение за грозами». В феврале 2017-го на МКС установили Lightning Imaging Sensor, или ЛИС. ЛИС — часть космической программы Министерства обороны США. Это новейший на МКС прибор для наблюдения за молниями по всей Земле. Также в конце года снаружи модуля «Коламбус» астронавты установят Atmospheric Space Interaction Monitor, SM. Торстен Ньюберт, ведущий исследователь в команде SM, объясняет, «Прибор будет наблюдать за грозами и собирать информацию о синих джетах и других высотных свечениях и разрядах, а также о вспышках рентгеновского и гамма-излучения. Располагая этими данными, учёные смогут наблюдать за грозовыми облаками не только снизу, с Земли, но и сверху, из космоса». Мы получим более полное представление, как ведут себя грозы, усовершенствуем компьютерные модели, описывающие их, и сможем точнее предсказывать погоду. Учёные следят за грозами, Альфа-Центавра следит за учёными, но вы следите за нами. Так это и работает. Спасибо. Альфа-Центавра